Япония была одним из, сейчас это принято называть тигром, азиатский тигр, больше в экономическом плане. Милитаристская Япония была тигром в военном смысле, то есть как держава, стремящаяся добиться максимального расширения своих возможностей военным путем. Возможности здесь прежде всего речь идет о природных ресурсах. Для Японии, как островного государства, вопрос с ресурсами стоял очень остро, и большим достижением в плане получения доступа к ресурсам был, например, захват Кореи по итогам русско-японской войны. Японцы получили не только сельскохозяйственную базу, но и базу полезных ископаемых, в том числе, например, вольфрам, в том числе достаточно редкие на планете вещи. Далее японцы вторгаются в Китай, японцы получают промарионетчное государство Маньчжоу-го. И опять же, именно там, на континенте, строятся заводы и синтетического горючия, и столеплавильные заводы. В общем, экономика Японии начинает расширяться за счет захваченных территорий. И вообще, у японцев была такая концепция «зона совместного супросветания». Такая вот витиеватая восточная фраза, она означала, что предполагался захват некой области, которой можно будет защищать силами военно-морского флота и морской авиации, и охватывающая все ресурсы Юго-Восточной Азии. По состоянию на 1941 год главной проблемой Японии было углеводородное топливо. Проблема там частично решалась за счет синтетического производства и каких-то еще возможностей, в том числе сахалин, половину которого занимали по итогам русско-японской войны. Но обрезание американцами поставок многих важных для экономики материалов заставило японцев смотреть по сторонам в плане того, куда им развивать свою экспансию. Было два варианта. Это сухопутная экспансия, то есть в направлении Советского Союза. И второе направление — это Индокитай. Это районы, богатые полезными ископаемыми, в первую очередь нефти. И выбрали они в итоге экспансию на юг. Столкнулись в этой экспансии с Соединенными Штатами в попытке выбить из рук противника меч. Концепция вообще была у них, какова была концепция, почему они с такой легкостью бросили вызов такой державе, как Соединенные Штаты. Казалось бы, где Япония, где США. Идея у них была несложная. Образовать периметр обороны, через который не смогут летать стратегические бомбардировщики и добираться до метрополии. За счет этого навязать американцам сражения на островах, где они будут нести большие кровавые потери. И эти потери станут неприемлемыми для американского общества. На самом деле концепция, живущая, наверное, уже столетия относительно того, чтобы нанести американцам неприемлемые людские потери, с тем, чтобы они отказались от решения своих стратегических задач, наказания за вторжение в зону их интересов и удары по ним, такие как Перл-Харбор. Но эта концепция, она в итоге провалилась, как ввиду того, что японцев стали вытеснять с островов бронетехникой, то есть что они не учли? Развитие бронетехники. Если бы это были атаки только пехоты, то, может быть, они бы исправились с этой задачей. Когда выезжают еще и танки, которые не пробиваются ничем из того, что есть у японцев, это уже делало оборону островов совсем кислой. Кроме того, американцы вложили колоссальные деньги с сравнимой с атомной программой в дальние бомбардировщики, конкретно бомбардировщики Б-29, которые до Японии дотягивались, и уже в марте 1944 года выжгли дотла Токио бомбардировкой с небольших высот с зажигательными бомбами. Это было в чем-то даже похуже Хиросимы с точки зрения и потерь, и, так сказать, внешнего эффекта. Но, тем не менее, к концу войны на Тихом океане американцы встали перед вопросом штурма упорно обороняемых, даже фанатично обороняемых островов Метрополии. Американцы понимали, что, по опыту, опять же, и Вадима и Окинавы, где японцы стали оказывать упорное сопротивление в сети подземных ходов, укреплений, если раньше они пытались контратаковать, это была на самом деле не концепция каких-то безумных бонзай-атак, то есть вот часто говорят бонзай-атаки, это сильно такой искаженный образ, это была вполне разумная концепция, войны выигрываются только наступательными действиями, японцы предполагали с использованием своих огневых средств наносить контрудары и добиваться результата в боях за острова. Но эта концепция показала себе не жизнеспособность при уровне подготовки японской армии в целом и возможностях американцев к противодействию этим атакам. Поэтому они перешли вот к этой упорной обороне отдельных рубежей, опорных пунктов, и Вадима и Окинавы показали американцам, что борьба за Метрополию будет долгой, кровавой, даже если бросать атомные бомбы. То есть уже атомные бомбы образца 1945 года, это не термоядерные бомбы более позднего времени, и их эффективность, как показала та же Хиросима Нагасаки, по укреплениям она не так высока, как хотелось бы. Поэтому даже бомбы проблемы не решали. И здесь выступал на сцену очень важный экономический фактор. Если Советский Союз бьет по Маньчжурии, где сосредоточены промышленные мощности Японии, важнейшие промышленные мощности, то тем самым из рук японцев выбивается последняя ресурсная база. Так сами острова будут просто вынесены, выметены, то есть никаких заводов на них не будет. Острова будут вбомблены в каменный век. Это было совершенно не вопросом. И уже из Европы перебрасывались так называемые восьмые ВВС, которые работали по Германии, вбомбливали ее в каменный век. И то же самое, захваченные Окинавы, они бы летали, вымели в Японии все признаки промышленности. А до Маньчжурии не дотягивались никакие бомбардировщики. И тут должен был только прийти солдат. И этим солдатом, логично, стал солдат Красной Армии. Американцы очень настаивали, шли на многочисленные, на самом деле, уступки на переговоры, в том числе в Ялте, под Здаме. Именно для того, чтобы Красная Армия вступила в сражение и сделала, так сказать, шах и мат. Маньчжоу-Го — это марионетчное государство, которое формально было независимым, но реально находило в политической тени Японии. То есть японцы им фактически управляли. Хотя там был Пуи, такой деятель, который формально являлся главой этого государства. Сталь, синтетическое горючее, там химические производства. В общем, разнообразная промышленная база. И вот по этой базе как раз и должны были последовать удары Красной Армии. Противником Красной Армии была так называемая Квантунская Армия. Здесь надо понимать, что понятие армия, оно обозначает то, что в советской терминологии уразумнее назвать фронтом или даже направлением, поскольку в состав Квантунской Армии входили, в свою очередь, армии. То есть название армия, оно несколько условное. Это примерно 800 тысяч человек. К 45-му году Квантунская Армия была уже сильно, конечно, истощена качественно за счет того, что она была донором для островов. То есть кто оборонял Ивадиму Акинаву? Вот эти отморозки, которые там сидели в тоннелях, это были как раз из Квантунской Армии присланные войска. И постоянно шло обучение новобранцев. По состоянию на август 45-го года это был такой конгломерат старых и новых частей. Тем не менее достаточно боеспособный. Более того, японцы вполне себе с энтузиазмом смотрели в будущее и считали, что они могут разгромить вторгшиеся к ним советские войска, если таковые вдруг придут. В чем была идея? Через укрепрайоны, в любом случае придется идти через приграничные несколько магистралей, там стояли укрепрайоны. Пройдя через укрепрайоны, Красная Армия понесет потери, выйдет на равнину и тут на нее напрыгнет Квантунская Армия, точнее армия этой Квантунской Армии и нанесет поражение в решающем сражении, как это было в русско-японской войне. Но японцы забыли, что Красная Армия это все же не русско-императорская армия, висевшая на тонкой нитке Транссиба. С тех пор очень многое изменилось, начинает Транссиба и заканчивая армией ее возможностями. И вот возможности эти скачкообразно возросли по сравнению с 1904-1905 годами. Китай, несмотря на то, что в тот момент им руководила правительство буржуазное, это был не коммунистический Китай, более того, коммунистам сказали сотрудничать с действующим правительством. И Советский Союз оказывал достаточно интенсивную помощь. Это касалось в большей степени, конечно, периода до 1941 года, потому что дальше у нас самих возникли достаточно серьезные проблемы, что пришлось часть этой помощи реэкспортировать обратно. То есть собиравшиеся на заводе Синьцзянь истребители, они частично вернулись обратно в Советский Союз. Но тем не менее, оказывали помощь в числе других держав, причем в какой-то момент советская помощь была, может быть, даже самой многочисленной. После того, как грянул Пёрл-Харбор, тут понятно, что помощь китайцам со стороны Англии и Соединенных Штатов стала больше, ну, по объективным причинам, потому что японцы стали главным противником, прежде всего, Соединенных Штатов на Тихом океане. И вот эта помощь, она заключалась как в прямых поставках вооружения и техники, ну, и, собственно, и мы тоже поставляли это то же самое вооружение и технику. Часть этой техники дожила до конца 40-х годов. Это катанки, конечно же, самолеты, понятно, так долго не жили. И бои с китайцами, они шли заметно южнее. То есть вот водораздел между оккупированной японцами частью Китая и остающейся под контролем китайского правительства, он был много южнее Маньчжурии. И даже американцы пытались летать из этих областей под контролем правительства Чанкайши до Маньчжурии и бомбить и метрополию, но дальности хватало именно только на метрополию. Сделать свои подчиненные государствам колонии. То есть это идея, которая у них еще с начала века была. Точно так же, как с Кореей. Корея попала в их орбиту влияние, была им подмята под себя гораздо раньше. Да, это была ненависть национальной почве. То есть японцы считали себя белой костью в Азии, что они не такие, как соседи. И не надо думать, что это касалось только китайцев, это касалось в том числе и корейцев. Хотя корейцы за десятилетия они настолько сплелись, что была обширная прослойка коллаборантов, которые потом, кстати, очень активно были впитаны Южной Кореей. Коллаборантов с японцами, то есть те, кто сотрудничали с оккупантами. А так Китай, да, то есть вторгнуться в Китай, достичь контроля над этой страной и контроля в том числе над природными богатствами. Основным фактором была внезапность в плане преодоления препятствий, казавшихся совершенно невероятными, начиная с расстояний. Здесь важную роль сыграли действия из-за Байкалья, когда профессионалы горной войны, ну как горной такой, понятно, что речь идет не о альпинистской войне, а именно действия в условиях горного рельефа. Специально направили туда те же войска, которые действовали в Венгрии и в Австрии. Войска Малиновского, в том числе 6-я гвардейская танковая армия, которая с 1944 года действовала в условиях гористой местности, и сумели проскочить через огромные пространства, через Гоби и Хинган, и выйти, что называется, с неожиданной стороны крупными силами на равнину. И здесь уже японцы не могли потягаться на равных. То есть у них была ситуация, что на них выходит крупномеханизированное соединение, обладающее куда большими возможностями. И кроме того, достаточно быстро прорвали укрепрайон, который был таким щитом от Приморья. Он был прорван, причем в таких достаточно суровых условиях, в условиях плотного дождя, то есть хлынули дожди. СССР принял на себя обязательство начать операцию ровно через 3 месяца после окончания войны в Европе. Это получилось прямо день в день. То есть 9 мая закончилась война в Европе, 9 августа началась кампания на Дальнем Востоке. И проскочили сразу, во-первых, вот эти укрепрайоны, то есть на уровне ночной атаки, штурмовыми действиями отработанными. Там каким образом? Отправили в каждый район своих специалистов. То есть Забайкалье — это специалисты по горной войне, а в Приморье отправились те, кто штурмовал в Восточную Пруссию и главного советского прорывателя укрепрайонов — это Мерецков Кирилл Афанасьевич. У нас был главный специалист по прорыву укрепрайонов противника, начиная, так сказать, с финнов. И вот эти специалисты, каждый в своей области, справились с задачей, то есть быстрый прорыв на равнину, который делал капитуляцию практически предрешенной, потому что уже шансов выиграть вот эту войну на равнине у Квантонской армии не было. Она как бы рассекалась на несколько частей, расчленялась, и дальше был вопрос только в том, как быстро ее уничтожат, опять же, условия гладкой местности. Более того, японцы предпочитали сдаваться в плен и никуда не бежать, потому что знали, что в противном случае с ними будет расправа китайцев. То есть китайцы настолько ненавидели японцев, что если бы их просто не окружили проволокой, а просто где-то оставили в чистом поле, то китайцы бы их разорвали на части. Это к китайскому населению, они просто относились совершенно, что называется, с какой-то запредельной средневековой жестокостью, и поэтому местное население их люто ненавидело, и взять ее в плен было спасением от расправа. С островами там получилась достаточно своеобразная история, и можно даже сказать, что мы где-то опередили американцев. Вот эта вот операция десантная, она в принципе не укладывалась в эту концепцию выбить основной экономически важный район в Маньчжурии. Это была отдельная самостоятельная тема, причем достаточно сложной технически для Красной Армии, потому что это была не единственная десантная операция, помимо этого высаживались в Корее. Была согласована операция не только Маньчжурия, но еще и Корея, в том числе Корея, как маршруты для доставки подкреплений из митрополии. То есть отсекая Корею, тем самым делали Квантунскую армию окруженной, пусть и без формального, так сказать, перехвата со всех сторон и замыкания котла. И на фоне всего этого предпринята была еще одна операция по высадке на Курильские острова. Их занятие, причем сравнить с небольшими силами. И японц, один из японских генералов, даже был просто, так сказать, на грани того, чтобы совершить Харакири, когда узнал, что его взяли войска в три раза меньше, чем его силы. То есть его взяла одна дивизия, там 8 тысяч человек, у него было 24 тысячи человек. Именно за счет, так сказать, тех средств, тех навыков, которые были у Красной армии 45-го года. Но все это происходило, на самом деле, это уже даже, это и после бомб, и уже после наметившегося успеха в Маньчжурии. То есть в Маньчжурии уже все закончилось, а на островах еще продолжалось. И то же самое и на Сахалине. Мы брали свое, и был даже проект высаживаться на, собственно, на японский архипелаг, на самый северный остров. Но это в крайнем случае, если вдруг японцы будут упрямиться. Сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки был, безусловно, демонстрация эффекта нового оружия. Специально выбирали объект, и Хиросима здесь лучше всего показывает это, для наибольшего, так сказать, театрального. Поясню, в чем дело. Хиросима находится в такой, как бы, в чаше из рельефа Гористова. И, кроме того, много деревянных построек, и бомба, сравнительно небольшой, на самом деле, по нынешним меркам мощности, давала оглушительный эффект. Если по какой-то другой цели, так сказать, расположенный в другом месте, и с каким-то даже там другим рельефом, даже просто более разбросанным в пространстве, то такой эффект мог и не быть достигнут. Абстрактный город, он не давал возможности продемонстрировать возможности этого оружия. Острой необходимости не было, но что надо признать? Вот сброс бомб, он давал императору возможность сохранить лицо и сказать населению, дать им простой ответ на сложный вопрос. Почему мы капитулируем? Потому что против нас применили новое чудо оружие. И вот у врага есть сверхоружие, которому мы ничего не можем противопоставить. Хотя на заседании, посвященном капитуляции, большую часть времени обсуждали советскую операцию в Маньчжурии. И было четкое осознание того, что вот это фатально. А так уже был выжжен и Токио. Строго говоря, Хиросима по масштабам даже несколько мельче выжженного Токио. Потому что Токио большими силами он был выжжен, конечно. Но эффект там был просто ужасающий и где-то даже превосходящий эффект атомной бомбы. Но вот бомба давала формальный повод. Вот есть в итоге заседания, это, как говорится, законспектированное, есть вот речь императора. Вот речь императора, он всячески педалирует вот эту тему бомб, именно потому что это понятнее, что называется, простому человеку, в том числе офицерам армии, которые могли там и мятеж поднять, и все на свете. Субтитры создавал DimaTorzok